Всем привет! Меня зовут Пасько Александр. В киевской и украинской среде такого вида спорта как бодибилдинг меня кто-то знает может быть кто-то нет. Сейчас речь не об этом. Мы с компанией Nutrend задумали один маленький проект. В нем появилась по нашим наблюдениям определенная необходимость. По одной простой причине. Мы стали замечать, что чем массовее становится наш вид спорта, тем меньше в нем остается знаний. Так исторически сложилось, что еще в 60-х, 70-х и 80-х годах, когда была массово развита и достаточно была популярная школа тяжелой атлетики, Знаний по строительству тела и по тому, как растут мышцы, как они реагируют, как они живут было гораздо больше, чем сейчас с ростом массовости такого вида спорта как бодибилдинг, Которые имеют непосредственное отношение к работе именно с мышечными волокнами. Почему непосредственное отношение именно к мышечными волокнами? По одной простой причине. Мы стремимся так или иначе к изменению их внутреннего состояния, содержания и соответственно нашего внешнего вида. Любые другие виды спорта своей целью ставят немножко другие характеристики и возможности человеческого организма. Скажем так, это сила, скорость и выносливость. Большинство этих видов спорта относятся к олимпийским. Для того, чтобы понять, как работают бодибилдинги и его тренировки, нужно понять одну простую вещь. Здесь прямая и непосредственная цель – это наш внешний вид. А сила, скорость и выносливость – это просто побочный продукт. Во всех остальных видах спорта мышечная масса является побочным продуктом, которого, в принципе, всячески пытаются избежать. Принцип там простой. Бежим быстрее, тянем больше, толкаем больше, но при этом стараемся весить как можно меньше. У нас это совсем наоборот. Большинство ребят, которые таскают железо ради того, чтобы изменить свою фигуру и свое тело, так или иначе стремятся к повышению собственного веса, потому что хотят увеличить ручки, ножки, спину, плечи. Это ведет непосредственно к увеличению веса тела, гипертрофии мышц и, как практика показывает, гиперплазии. Хотя в этом плане, как ученые, так и сами спортсмены делятся на два лагеря. Одни считают, что гиперплазия невозможна после того, как эмбрион сформировался, человек родился. Другие, доказывая опытным путем обратно, считают, что это возможно. Мы тоже будем отталкиваться от того, что это возможно. Почему, объясню позже. Хочу еще одно заметить. Компания Nutrend является нашим маленьким помощником и спонсором, и очень большим другом. Почему именно Nutrend? Я считаю, что это производитель питания, который на сегодняшний день может похвастаться уникальным качеством и уникальным набором продуктов в своем ассортименте, которые, в принципе, пока никто не смог повторить. По крайней мере, большую часть из них. Ну и еще один немаловажный момент. Ни один из представленных брендов спортивного питания в Украине не может похвастаться тем, что он официально поддерживает три олимпийских сборных. По-моему, до данного момента уже четыре. Наши съемки будут проходить несколько раз в неделю. Это будет выглядеть как маленькие коротенькие семинары по 10-15 минут в таком виде, в котором есть сейчас. И заканчиваться все будет моментами из моей тренировки, для того, чтобы показать, как все это работает на практике. Тренировки проходят и съемки в спортклубах «Викинг», в которых, в принципе, я и работаю. Эти клубы достаточно известны в самом городе Киеве. Вернемся к проблеме. Я в последнее время очень много стал замечать, да и я уже устал, в принципе, от этого. От того, что чем больше ребят в зале тренируются, тем больше из них считают, что они уже все знают. Люди почему-то думают, что суть нашего вида спорта просто сгибание-разгибание ручек-ножек. И именно эти простые биомеханические физиологические движения смогут позволить им как-то поменяться во внешнем виде в лучшую сторону. Ну, если бы все было так просто, то, наверное, как минимум каждый второй бы уже давным-давно стоял бы на выходе на помост на чемпионате в «Мистер Олимпия». Но этого почему-то не происходит. Происходит обратное. Люди из года в год таскают тонны железа на тренировках, гробят свои суставы, сажают свои сердца. Ну и, что самое плохое, в пустую расходуют свое свободное время. Вообще не задумываясь о том, где брать знания и даже не желая этого. Какая-то информация ходит по залам из уст в уста, причем в предыдущие уста эта информация попалась в таких же уст, которые ее услышали, опять же, от какого-то советчика в зале. Никто не удосуживается открыть никакой другой источник информации, кроме какого-то глянцевого журнала, в котором, в принципе, можно смотреть одни картинки в большинстве своем. Либо в интернете какие-то статьи, которые первыми вылазят и попадаются на глаза. Вся эта информация зачастую противоречит сама себе по истечении какого-то времени. Сначала вылазит одна информация, а через месяц появляется другая, которая опровергает первую. А все связано с тем, что появилось мнение, которое оставило его очень устойчивым. Почему-то все считают, что в физиологическом и анатомическом плане все разные. Фишка в том, что в физиологическом, анатомическом, биохимическом плане все люди одинаковые. Все состоят из одного и того же набора костей, одного и того же набора внутренних органов, одного и того же количества мышц и мышечных волокон, одного и того же эндокринного состава и, в принципе, жидкости, в том числе и вода тоже есть во всех. Уникальность только в одном, в длине самих костей, в их размерах, в толщине, возможно, в каких-то размерах каких-то органов пищеварительного тракта, того же и сердца, и легких, и почек. И концентрация тех или иных веществ активных, в том числе и гормонов внутри самого организма. Но, опять же, повторюсь, набор у всех одинаковый. И способности печени, почек и кишечника, и концентрации этих веществ нас отличают друг друга только одним. Базовым уровнем обмена веществ. Что это такое? Все просто. Обмен веществ – это то соотношение между приходом и расходом энергии в нашем организме. И, грубо говоря, сколько мы за сутки тратим энергии, сколько мы ее потребляем. То есть съедаем или выпиваем. Все это накладывает отпечаток на один процесс. На сроки восстановления энергетики после тренировок. Больше мы ничем друг от друга не отличаемся. Я давно заметил, что те же пауэрлифтеры, которые часто считают, что мы все уникальны, друг на друга не похожи, нам всем нужен индивидуальный подход. Почему-то каждое поколение из них новое, которое приходит на смену предыдущему, использует схемы тренировочные. Которыми пользовались ребята, которые выступали до них и готовились до них в залах. А те, в свою очередь, получили эти схемы вообще от каких-то дедушек и дядь, которых уже давным-давно в глаза не видели. То есть получается, что одна и та же схема используются сотни ребят, просто рассеянутого времени. Вопрос, в чем уникальность. И одна и та же схема позволяет им прогрессировать. Причем планировать свой прогресс. Единственную поправку вносит скорость и восстановление. Возможно, эти схемы просто разносят как-то тренировочные дни и подходы. Но набор упражнений и сам принцип построения этих схем одинаков. То же самое в бодибилдинге. Только мы не ставим за цель у себя развить безумную силу, не увеличивая при этом мышечную массу. У нас все немножко сложнее. Сложнее в том плане, что нужно заставить, мало того, что свои мышечные клетки увеличатся в размерах. Их еще надо попытаться увеличить в количестве. Это разные вещи. Увеличение мышечной клетки в размерах это просто гипертрофия. Грубо говоря, у нее есть один объем, утрированно назовем его сантиметр в диаметре. И тут с помощью тренировок мы смогли этот диаметр раздуть до двух сантиметров. Но это все равно пока что одна мышечная клетка. А гиперплазия это когда этих мышечных клеток становятся две. На сегодняшний день этот момент остается спорным для многих. Но практика показывает одно. Что у людей, которые смогли добиться хоть каких-то вершин в этом виде спорта, мышечных волокон в любом случае становится больше, чем задумала их природа. По одной простой причине. Ребята, которые смогли разрастись до 100-110 килограмм, вопреки природе, которая рассчитывала, что этот человек будет весить килограмм 70, потом годами не тренируясь и нормально не питаясь, ниже 80-85 килограмм веси не опускаются. При этом имеют в принципе такой же процент жира, который был раньше. Вопрос, откуда взялись эти 10-15 килограмм? При том, что человек стал полностью пустым, грубо говоря. Это вопрос риторический. В тренировках будет помогать продукция, но тренд. Позиций достаточно немного. Подход тот же. Думаем больше, используем меньше. Не стоит себя ввалить добавками. Кстати, ключевое слово в этом. Добавки. С утра до ночи, в необъятных количествах и все подряд. Производители питания просто увеличивают ассортимент зачастую для того, чтобы увеличить продажи. Один и тот же креатин-моногидрат, который на сегодняшний день, мне кажется, одним из самых рабочих видов креатина, превратился в позиции в 5 или 10 разных разновидностей этого креатина. Отличаются они друг от друга только ценой, по-моему, и все. Ну и, возможно, удобством использования. Какой-то креатин в капсулах в соединении с каким-то веществом усваивается без глюкозы. С этим я не поспорю. Но в большинстве случаев людям просто лень взять и обычный креатин-моногидрат размешать с каким-нибудь соком. Кстати, если вам нельзя сахар, маленькое наблюдение. Креатин-моногидрат очень хорошо растворяется в Coca-Cola Light. И при этом не теряет своих рабочих качеств. Набор у нас простой. Вся продукция компании Nutrend. Что-то я вам покажу сегодня, а что-то покажу в следующий раз. Восстановиться после тренировок помогает такая штука, как глютамин. Обыкновенная буферная аминокислота, которая отличается одним своим серьезным качеством от всех остальных заменимых аминокислот. Имея в своем организме достаточный запас глютамина, вы имеете в своем организме запас абсолютно всех необходимых вам заменимых аминокислот, которые можно всех только представить. По одной простой причине. Заменимые аминокислоты, это аминокислоты, которые превращаются из одной в другую по потребностям организма. Так вот, для того, чтобы взять аминокислоту А, заменимую, превратить ее в аминокислоту В, организм сначала А превратит в В, в глютамин. А потом из глютамина сделает В. То есть, имея достаточное количество глютамина, вы просто эту цепочку обрываете в два раза. По-моему, достаточно удобно. Глютамин в капсулах, вот такой вид имеет баночка. Тренировки будут у нас цикличными, что подразумевает под собой элементарный умный подход. Что такое цикличность тренировок, я объясню чуть позже. Сейчас скажу, что тренировки будут тяжелыми, легкими и средними. Называются они так из-за разной интенсивности тренировок. В данном случае интенсивность подразумевает под собой рабочие веса. На тяжелой тренировке будут использованы пиковые рабочие веса для указанного количества повторений. Пока за шесть повторений мы переваливать не будем в каждом подходе. На легкой тренировке пиковые веса тяжелой тренировки будут делиться на два. И с этим весом мы будем отрабатывать всю тренировку. И на средней тренировке рабочий вес будет составлять 75% от результата предыдущей тяжелой тренировки в данном упражнении, в данном количестве повторений и подходов. Для того, чтобы выдержать тяжелую тренировку, потому что длиться она будет от часа 15 до часа 30, Я использую новый нотрендовский энергетик, который в составе в своем имеет аминокислоту и стандартный набор кофеин, таурин и маленькую кучку БЦА. При всей своей простоте штука рабочая и после тяжеленной тренировки полуторачасовой позволяет чувствовать в нормальном тонусе еще несколько часов. Называется она компресс-брутус и выглядит вот так. Для постоянной подпитки и энергетической поддержки самих тренировок используется комплекс БЦА. Это новинка компании тоже. И нет ничего странного в том, что ее очень полюбили велосипедисты. Выглядит она вот так. Это коробочка, а в ней пакетик. В пакетике кучка таблеточек. Еще мы используем креатин и протеин длинного действия, который называется Longcore 80. Эти две баночки я вам покажу перед следующей тренировкой. Объясню, что такое периодизация тренинга. Периодизация тренинга это необходимая составляющая умных тренировок. Мы будем использовать простейший способ периодизации, как я уже и сказал. Это будет микроциклирование в течение одной недели, тяжелая, легкая, средняя. Тренировочный процесс будет делиться на две больших фазы по 7 недель. Грубо говоря, по одной схеме мы отрабатываем 7 недель, потом уходим на отдых на 10 дней. И потом работаем по следующей фазе 7 недель. Почему отдых между фазами? Есть один закон. Каждая новая тренировочная схема должна в своем начале повергнуть ваш организм в легкий шок и управляемый стресс. Неуправляемый стресс нельзя создавать, вы сломаетесь в организме. Для того, чтобы создать стресс и шок, нужно поступать к тренировкам в состоянии энергетической растренированности. Грубо говоря, ваш организм должен забыть уже о том, что он тренировал в последний раз. И энергетически уже быть неготовым к началу новых тренировок. Именно из-за энергетической неготовности мышечных волокон после нагрузок возникает такое ощущение, которое называется крепатура. Крепатура это воспалительный процесс. Болевые ощущения это воспаление. Внутри мышечных волокон, которые были повреждены во время тренировки из-за того, что они были энергетически не готовы выполнять работу. Я сейчас не буду вдаваться в детали физиологии. Но если вам будет интересно, вы можете почитать такой труд уникального человека, который первый попытался создать науку бодибилдинга. Книжку написал Протасенко, российский автор. И называется она «Думай или супертренинг без заблуждений». Там все это четко популярно описано. В принципе, достаточно доступным языком. Что такое управляемый стресс? Объясню. Принцип тренировочных... Сами тренировки являются легким стрессом для организма. И суть наших тренировок заставить организм отреагировать на нагрузку, на этот стресс. Организм на тренировки не реагирует. Он на тренировке истощается и, грубо говоря, ломается. На микроуровне, на клеточном уровне. И чем больше мы создадим этих управляемых повреждений во время тренировки, и чем больше мы создадим стресса на тренировке, тем больше реакции мы добьемся от организма потом, когда он будет отдыхать. Отдых организму между тренировками как раз и нужен для того, чтобы отойти от стресса, полученного на тренировке, и подготовиться к следующему. Это и есть реакция. Мышечный рост – это реакция. Восстановление энергетики – это реакция. Увеличение силы и скорости – это тоже реакция, как, впрочем, и выносливость. Но только для того, чтобы добиться от него реакции, нужно очень серьезно постараться. Организм – штука инертная и очень ленивая. Хотя рожден быть активным и, в принципе, в природе его не заложено валяться все время на диване. Но так сложилось, что каждая частичка нашего тела стремится к состоянию покоя. Грубо говоря, она мечтает жить всю жизнь, отдыхая. Но, как практика показывает, как только организм начинает всю жизнь отдыхать, он начинает умирать. Обменные процессы замедляются, мы засыпаем, мы потом вообще расслабляемся, начинаем разваливаться. Опять же, об управляемом стрессе. Стресс должен быть… Тренировка должна создавать управляемый стресс. Что такое управляемый стресс? Тренировка не должна быть чересчур тяжелой. Иначе вам потребуется чересчур много времени для того, чтобы от нее отойти. И в то же время она должна создать достаточного предпосылок для того, чтобы вы смогли отреагировать в назначенное время для отдыха. То есть, нагрузки на тренировке должны быть мощными, короткими и очень сильно дозированными. Легкая и средняя тренировка у нас будет использоваться в принципе для… Легкая будет использоваться для активного восстановления после тяжелой тренировки. Просто мы ее называем прогонкой. Тренировка позволяет дополнительный раз прогнать кровь по мышечным волокнам и по всей системе. При этом особо не затрагивая ее энергию. Средняя тренировка позволяет накопить чуть-чуть больше креатинфосфата к тяжелой тренировке. Что значит накопить креатинфосфат? Все системы в организме посторонны таким образом и имеют такую привычку, которая заставляет их запасаться. Как человек, который испытал когда-то голод, потом у него по жизни в привычку уходит запасать себе в карманах конфетки, сухарики или дома в кладовке складывать консервы. Точно так же действует наш организм. Этот процесс у него называется суперкомпенсации. Грубо говоря, если вы заставили сегодня его израсходовать килограмм глюкозы, цифра абсолютно утрированная и никакого отношения к данным официальным не имеет. То завтра, если вы дадите эту возможность, он накопит килограмм, который израсходовал и еще чуть-чуть грамм 200-300 про запас. Называется, вдруг пригодится. Для того, чтобы послезавтра вы уже не смогли истощить все его резервы. Это защитная опять же реакция которую нужно использовать, которую нужно управлять. Если вы знаете, как это работает, тогда вы легко просчитываете свои тренировки, строите тренировочные планы и постоянно прогрессируете. Люди, которые говорят, что на тренировках прогрессировать постоянно невозможно, ошибаются. Прогрессировать нужно постоянно. Просто нужно понимать, какие функции и когда тренировать. сила, скорость, выносливость и мышечная масса это все функции нашего организма. Просто тренируется по-разному. Мышечная масса никогда не будет без сильных суставов и сильных связок. Без нормального кровоснабжения мышечных волокон и нормального количества калорий, которые вы должны потреблять в течение дня. Мы воздухом не надуваемся. если курицу кормят на ферме для того, чтобы она выросла, чем человек от нее отличается? Хотя его система будет посложнее, если учитывать хотя бы нервную систему. И уж человеку-то тем более нужно кушать гораздо больше в процентном соотношении, чем курица, для того, чтобы вырасти. По одной простой причине еще. Природой не заложен активный мышечный рост человека без очень жуткой жесткой на той необходимости. Ну, это так. Вкратце мы сегодня сделали маленькое вступление. Чуть дальше мы снимем тяжелую тренировку. Она по счету, к сожалению, уже десятая. Три недели я уже потренировался, съемки начали только сейчас. Стартовал три недели назад я с веса девяносто килограмм. До этого я не тренировался два или три месяца. Ну, ключевые показатели жим лёжа я начал со 120 на 6 повторений. Тягу в наклоне со 100 на 6 повторений. Жимы за головой я делал 60 на 6 повторений. После и провел уже 9 тренировок. То есть три тяжелых, три легких, три средних. Сегодня будет десятая по счету тренировка. которая является тяжелой. Саму тренировку вы можете увидеть в этом же ролике буквально через полминут. Следующую серию и маленькую лекцию мы будем снимать послезавтра и после обработки сразу же выложим в интернет. Все, до встречи! в интернет. Продолжение следует... 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 Шукук! Понятно? Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...